Всем привет! Вы на канале Солнечный Цветок. Морда уже красная, наработалась. В общем, лето у нас началось в этом году очень рано. Живем мы в Оренбурге. Просили каждый раз называть, где мы живем. Кто заходит случайно, не понимает, какой у нас регион. 33 градуса. В общем, это очень рано. У нас бывают в конце мая заморозки. Но в этом году с 1 мая уже 33 градуса. Работать очень тяжко. Но мы в этом году много работать и не планируем на даче. А кто не знает, у меня еще есть два канала. Вышивка Плюс и влоговый канал Жили-были. Можете подписываться на те два канала. Там я их... Те два канала я веду активно. А огородный канал не планирую в этом году вести активно. У нас другие планы на это лето. Поэтому сажать будем по минимуму. Весь участок засаживать не будем. В общем, сейчас Тимур хочет вспахать под клубнику место. Прошлые года зима была морозная и без снега. Клубника вся вымерзла. Поэтому будем сажать заново. В общем, в этом году только в тепличку я посеяла семена. Кое-какие сейчас вам покажу. Что там выросло, что не выросло. Ну, в общем, коротенькое сегодня будет видео, обзор. Немножко расскажу вам о планах. О наших скромных планах на этот год. Мотор работает, поливается. У меня там розы поливаются. Главной достопримечательностью огорода является тандыр. Тимур сам его строил. Есть видео на этом канале. На канале Жили-были. Тоже есть фрагменты. Ну, когда мы отдыхаем на даче, я тоже снимаю блоги. И они на канале Жили-были. Вот я почистила грядочку. Здесь у меня розы. Те, что выжили после мороза. Вот несколько кустов все же выжили. Между розами у меня посажены лилии. В прошлогодних видео вы можете посмотреть. Лилии не все выжили. Но мы обнаружили мышей. Раньше их не было. Я думаю, это они лилии пожрали. Ну, в общем, сейчас поливаю. Вот такая жарища. А дождичка нет. Все сохнет и погибает. Ну, у нас лето очень жаркое. Дожди редко бывают. И если мы не планируем приезжать часто, то нет смысла даже сажать. Вот здесь немножечко между посадила гладиолусы. Может, еще кое-какие однолетники подсажу. И все. Вот цветочную грядку сделаю. Большие грядки, как в прошлом году, цветочные, тоже сажать не буду. Тую вот сейчас посадила. Прошлогодняя туя засохла. Не знаю, в прошлом году была нормальная. Сейчас смотрю, вся черная. Не знаю, зимой замерзла. Не знаю, осенью подсохла или ранней весной. Ну, в общем, пропала. Купили вот такую тую. Закрываю пока баллоном. Потому что вокруг еще будем пахать. Вот это все перепахивать. Мне ее сегодня нужно было высадить. А вокруг перекапывать пока некогда. Ну, тоже такая жара. Пусть немножко пока вот этот вишарник будет. Хоть притеняет. Приживется. Все выкорчеваем вокруг. И потом обустроим. В общем, пока пусть вот так вот здесь в тенечке сидит. На солнце никак она у нас не приживается. Надеюсь, что эта туя приживется. Вот эту сторону вот перед теплицей хотим перепахать и посадить клубнику. Купим черный укрывной материал и застелим все, чтобы не полоть. И посадим клубнику. Бочка. Это у нас капельный полив. Капельный полив у нас для теплицы. Этой бочки не хватает. Для клубники Тимур тоже хочет делать капельный полив. Но пока еще не знаю. Ну, когда сделает, покажу. Тоже хочет сделать капельный. Не знаю откуда. Еще, наверное, будет бочку ставить. В общем, не буду пока раньше времени рассказывать. Вот эти грядки еще предстоит перекопать. Вот эти три грядочки. Вот что-нибудь, может быть, посажу и все. Ветер поднимается. А там вот дальше ничего сажать не будем. Просто уберем и все. Будет пусто. Ну и сейчас покажу, что в теплице. Так, в теплице я осеяла семена. Показывала вам в прошлом видео. Вот помидоры. Помидоры взошли. Уже вот туда надо на ту сторону их рассаживать. Здесь у меня немножко цветочки. Астры вообще отвратительно взошли. Штук пять вон, наверное, вылезло. А гератрум вот хорошо взошел. И бархатцы. Ну а гератрум и бархатцы, они всегда хорошо всходят. А редиска вот здесь сопрела. Накрыли пленкой редиску, и она вся сопрела. Были морозы, минус пять, минус шесть. Мы накрыли, не надо было накрывать. Вообще в теплице редиску накрывать не нужно. Но первый раз, у нас первый год теплица. Первый раз я все это делала опытным путем. Вот так к этому пришла. Так, это кинза. Это кинза. Сестра просила кинзу посадить. Хотели на майские праздники, на шлыки приехать. Но времени не было. Тимур уже уезжает на вахту. Вот, ну в общем, вот такая кинза. Лена, тебя ждет кинза. Я ее не ем, а для Лены посадила. А вот по этой стороне у меня посажены огурчики и салат. Вот видите, сейчас я выдергиваю салат. Вот он какой салат. Всходят вот огурчики. Вот они, взошли огурчики. Салат забивает. В общем, сейчас салат соберу. И все, и огурцам как раз освободится место. Вот, огурчики неплохо взошли. Неплохо. Мышка тут бегала, но не поела. Пока не поела. Но ничего, мы еще купили семена. Здесь, если где будут пробелы, я досажу. В общем, вот так салатик хорошо взошел. Так, Ричик, тебе салат нужен? Нет, тебе не нужен салат. Помощник маме. Зачем тебе салат? Ну все. В общем, вот такой у нас урожай салата богатый. А редиски нет. Редиски нет. И сегодня торопились. Я семена дома забыла. В общем, главное сегодня перепахать. Все. На сегодня вот такие вот планы. Помидорки шикарные. Покупать рассаду в этом году не буду. Но я, в принципе, и не покупаю. Только раньше я дома сажала рассаду. А в этом году не стала дома сажать. Посеяла вот сюда в теплицу. Рассада прекрасная. В общем, все. Больше я дома сажать помидоры не буду. Вот перчик и баклажаны. Вон они еле-еле малюсенькие. Перец и баклажаны я на следующий год дома посажу. А томаты не буду. Они прекрасно здесь растут в огороде. И, кстати, они по размерам перегоняют рассаду, которая дома сидит. Так что вот теплица для рассады – это вообще идеальная вещь. Летом у нас здесь все сохнет в теплице. Жарко очень. Если у нас на солнце в тени 35, да, то представляете, что... Нельзя, Ричард. Что ты жрешь? Вот. В общем, вот такие вот у нас дела в этом году. Работает лень. У нас планы на этот год отдыхать. Поэтому дачный сезон отменяется. Простите меня, огородники. Но отдыхать тоже хочется. Очень насыщенный у нас был год. Так что вот такие дела. Подписывайтесь на канал «Жили-были». Будем снимать вам наш отдых. Нашу рыбалку. Ну и немножко, конечно же, будут огородные видео. Все равно будем приезжать, убираться, поливать. Спасибо вам большое за просмотр. Большое спасибо, что вы все эти годы со мной. Несмотря на то, что я не активно занимаюсь огородом. Вы все равно подписывайтесь на канал. Я очень вам благодарна за это. Спасибо. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.